Праздничная месяц тем волнительная атмосфера царила в детском оздоровительном лагере Солнечная поляна Одесского района. Встречали почетных гостей. 20 июня Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта подарило лагерю современную многофункциональную спортивную площадку. Свидетелями этого радостного исторического для лагеря события стали ребята, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Я считаю, что для детей должно быть все-таки самое лучшее. И спортивная площадка – это как показатель того, что дети должны не просто играть, прыгать, бегать, они должны заниматься профессионально. У нас работают сейчас вожатые, в Сибгувка, специалисты по физкультуре и спорту. И вот эта площадка, она дает возможность ребятам заниматься и волейболом, и баскетболом, и мини-футболом. То есть это мы давно не мечтали. Солнечная поляна превратилась в олимпийскую деревню, в которой отряды называются командами, дети-спортсменами, а вожатые – тренерами. Поэтому появление площадки, построенной в рамках реализации программы «Дети Омской области», оказалось как раз кстати. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке. Все пять команд – российские артисты, спартанцы, олимпийцы, волна и апельсин – построились вдоль желанной площадки и поприветствовали всех своими речевками. «Наша команда – апельсин! Мы готовы апельсина, все дружны и не делимы!» Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Александр Фабрициус вместе с главой Одесского муниципального района Валерием Корнейчиком подружные детские аплодисменты перерезали красную ленточку. «Мы как раз определились в прошлом году, что две спортивные площадки в этом году в лагере мы будем делать. Свои обещания мы сдержали, сделали одну площадку здесь, в Солнечной поляне, и вторую площадку также в Черноуточской зоне мы будем открывать. Это очень здорово, когда дети могут играть в любое время, будем говорить, года, в любое время суток, когда дождь не дождь. Площадка будет всегда сухой, всегда многофункциональной. Баскетбол, волейбол, мини-футбол. Поэтому детям очень нравится, и мы постараемся продолжить эту традицию. «Я очень рада, потому что у нас есть новое место, где мы можем играть, веселиться, чтобы соревноваться с другими отрядами и смотреть, кто сильнее». «Я рада, что здесь новую площадку открыли. Будем играть в волейбол, в футбол». Каждый день юные спортсмены Солнечной поляны, преодолевая различные препятствия, зарабатывают олимпийские деньги, олимпики, чтобы покупать новые задания и подсказки к ним. За первое, второе и третье место команда получает 150, 100 и 50 олимпиков соответственно. «У нас здесь есть 4 задания, у нас убрали олимпийский огонь, и мы должны его вернуть. И каждая часть олимпийского огня – это одно задание». Чтобы эта площадка помогала расти чемпионов, ее, как и обещал Александр Фабрициус, сразу же обновили. Первый матч по волейболу сыграли сборные министерства и администрация Одесского района, а противостояла им сборная тренерского штаба Олимпийской деревни вместе с юными чемпионами детского лагеря «Солнечная поляна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова